Друзья, всем привет! Внезапная хаванина! Тихо-тихо-тихо Друзья, всем привет! Мы, короче, выбираем пиццу Смотрите, решили сегодня снять ролик Про дегустацию пиццы Есть пицца за 49 рублей 300 грамм, представляете? При условии, что тесто стоит 72 рубля Просто одно тесто А тут пицца За 49, за 50 рублей Я боюсь такую есть Думаешь, стоит такую взять? Ну, я не знаю Давай лучше порядочно Но она недорогая зато Ну, выбросим ее на Ну, можно взять, да, для дегустации Ладно, возьмем Друзья, всем привет! Короче, шепотом говорю Внезапная хаванина Прям вот вечер после работы Собрались, приготовим побыстрой пиццу В магазин И вообще покажем вам, стоит ли ее есть Вообще, можно ли ее есть? Вот у Костя Причем, да, пицца пятерочная Пятерочки, из магазина Пятерочка Это такой, ну, неоднозначной, скажем так, репутации Ну, обычный такой супермаркет Да, 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 да Совершенно простые вещи Ну что, начнем с какой? Ну, самое дешевое, представляете Пицца, которая стоит 49 рублей Тесто стоит там 70 чем-то А тут пицца целая с ингредиентами Там, причем, ингредиентов целая куча Написано там, химия, всякая пальма, масло Ногти, волосы, ветчина Вот, следующая пицца За 125 рублей Ну, тут прям, вот, ингредиентов не так много Колбаса Компания Компост Компомос Компомос, да Компомос Да, вот, и мы покажем, как бы, стоит какую пиццу покупать И вот эта дорогая пицца Ну, относительно дорогая 288 рублей, итальянская Ля Траторья Ля Траторья Вот, пицца с ветчиной, грибами Ну, разумеется, она никакая не итальянская Производит где-нибудь в Подмосковье, наверное А не в Беларусь А, импортер Беларусь Нет, все-таки она реально зарубежная Вот это должна быть шикарная пицца Мы отведаем сейчас все Мы уже печь поставили греть Потому что после работы куча дел Мне еще потом ехать далеко-далеко Сейчас мы вот это все смажем маслом растительным Как бы подсолнечным Закинем туда пиццы Ну и будем готовить Да, в духовке В духовке Друзья, ну что, масло Я не знаю, как на самом деле Сколько масла, наверное Ну, немного смажем И тут также чуток-маленько Чуток-маленько масло всегда заливается И дальше вскрывается пицца Начнем с большой Я думаю, что они не влезут Мы вообще думали все поместить на один лоток Но это вряд ли Тут даже и на два Можно сперва приготовить вот такие пиццы А напоследок оставить Хорошая? Да А напоследок оставить плохую пиццу Она готовится, да Пицца готовится 15 минут В принципе, это быстро Я думаю, что Сейчас посмотрим Я думаю, что все-таки две влезут Вот эта маленькая за 45 Она так же влезет Она Самое Странное, что она рассыпается на куски Кстати, вот одна за 45 Которая лежала в магазине Она прям была уже вся треснутая Ее надо очень-очень аккуратно переносить И дыщ Ну смотри, мы можем теоретически вот так сбоку ее положить Сверху Или нет, а хуйня будет? Мы можем ее разрежать на две части А, и положить туда и туда Мы так и сделаем Так, сейчас тогда мы достаем нож Ядрёно ложь Так, вот большой нож достаем Для пиццы нужен хороший большой нож Разрезаем вот этот пакет Она причем деревянная Вот это если тесто такое нежное Которое разваливается Вот это прям деревянное Если кинуть на поло Она разобьется просто как стекло Режем ее на две части Она ледяная просто Она перемороженная Ого О, отлично Вот, отлично Кидаем сюда Учитесь правильно класть пиццу Да, учитесь У нас вот хаванины Учитесь все делать как мы Поэтому подписывайтесь на канал Поставьте побольше лайков Будет много видосов Чтобы видосы не выходили Все нет времени Но они непременно будут Тут на самом деле коробка большая Пицца-то не очень большая Но зато красивая Смотрите, вот эта вот пицца Надо потом показать Все еще открытые Что вот По дорогой итальянской пицце Видно, что она итальянская Ну да, относительно дорогой Смотрите, прям грибы Вот прям ветчина У ветчины даже цвет красивее Чем вот у этой А здесь вот просто Ногти, волосы Кладем рядышком Кладем рядышком Да, все А вот за 125 Больше по размеру даже Чем За 288 Чем за 288 Так Закладываем в печь Оба Нормально? Нормально И одну повыше Но новейшку Не подгорит ли? Да нет Я думаю Все Теперь, короче 15 минут ждем Через 15 минут Наша пицца будет готова А пока Сейчас будет еще Какое-нибудь Произведение Чтобы это приготовилось Вкуснее Потому что Всегда надо Когда готовится Не забывать И петь песни Орать Читать стихи Творческая минута Стихотворения От Константина Да Литвинова Или Рябинова На самом деле Стихотворение Естественно Великого поэта Современника Русского Константина Рябинова Как ни странно Сегодня играть не буду Опять-таки По ряду причин Вот И даже стих Буду читать я А не ты Как обычно Да, да Обычно ты читаешь стихи А сейчас прочитаю Стихотворение я Про пиццу я не нашел Нифига Но зато есть Константин Рябинов У которого есть Стихотворение Вообще Обо всем Вот И это стихотворение В целом О трапезе Оно так и называется За трапезою Мысль человеческая Бдит и за трапезою Вкушаешь ли солоно Сладость ли пьешь За столом Лишь безмозглые Не видят смысла В чревоугодии Есть ли Сей стих Об всем Есть ли он О другом Вкусившие Наперво Приятственные Наверное Она может у нас сгорела Ну давайте посмотрим Фар Ух Джин Кумар жесткий стоит А она смотрите Она прям кипит Сейчас Сейчас Блянь Она подгорела Мне кажется Нет 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 не подгорела Она такая чересчур Коричневатая Стала Как фашизм Перебрите Ой Все выключаем Вот Это вот это сверху Которая подгорела Потому что она ближе всего Было Причем это дорогая Да Самая хорошая Чем у неё Нет, а грибы-то здесь где? Нет, да, да, это вот та хорошая. А вот та дешевая, нет, вот та дорогая все-таки. Она была снизу, поэтому она не подгорела. Эта прям теклась там. Она растеклась. Нет, вот она как раз та самая, которая дорогая. Которая дорогая, да. Сейчас мы ее достанем. Собственно, в этом ролике, друзья, вообще поймете, стоит ли покупать такую пиццу быстрого приготовления. Мы хотели купить сначала, может, пельмени каких-нибудь, но в следующий раз мы еще поедим пельмени. Разных также купим, дорогие, дешевые. Вот, это будет выглядеть более аппетитно. Вот даже смотри, вот по идентичной пицце, вот это одинаковые, да, куски? Да, да, да. Вот это вот, как бы, которая лежала ниже, а это, которая выше. Сейчас мы ее, короче, порежем. Сначала мы отрежем, начнем с дешевой. Ты съешь кусочек горелый, кусочек не горелый, я также. Но сейчас, друзья, мы порежем и включимся. Вот это дешманское. Это дорогая. Это за 125 рублей средняя по цене. Ну и это тоже дешманское. Горячая. Горячая, да. Но она хотя бы пахнет пиццей. Да? Ну я взял пока подгорелую часть. Адуратная не пахнет, но вот я сейчас подгорелую тоже возьму. Но пахнет пиццей, да. Она пахнет, как бы, да, такой. Пиццы, как в Италии, для бедняков, для самых бедных, наверное. Ну что, попробуем? Давай. Ты первый. Я сильно хочу есть, я за кадром откушу. Хотя так. Да, нормальная пицца. Ну такая, знаете, самая дешевая, самая-самая дешманская колбаса. Прям вообще, ну в которой нет мяса. Которая в нарезках. Картон. Сыр, это явно не сыр. Плавленый сырок. Единственное, что чувствуется, вот перец, настоящий вкусный перец. И много кетчупа тоже хорошего, но относительно хорошего кетчупа. Ну, помидоров здесь вряд ли как бы положили, но кетчупа как бы, ну, налили. А перец вот настоящий прям. В общем, даже нравится, что она подсушилась. Тесто, вот именно сейчас, которое подгорело, и оно вкусное такое. Потому что она, как бы, пропеклась и такая, аж хрустит немножечко. Ну, как самая неприхотливая закуска. Кстати, да, если там, допустим, действительно не хватает денег. Вы можете есть такую засуку. Вы можете, в принципе, ее есть. Так я вообще не понимаю, как она может стоить 45 рублей. Да. Ну, что, вот смотрите, да, вот лежит кусок колбасы. Вот он. Да, да, вот такая, да. Тут еще есть как бы плавленый сыр и какой-то вот даже лук, что ли. Это перец. Это перец, да. И, соответственно, кетчуп. Все. Не замысловатый. А сейчас я не горелый кусок попробую. Нет, все-таки под зажаростью лучше, потому что здесь вот какие-то все эти ингредиенты, я не знаю, там майонез или что-то, более чувствуется, так посильнее чувствуется. И чувствуется, что нихуевастые. Да? Да что ты говоришь. Первый вариант был лучше, который подгорел. Поэтому, если хотите из этой пиццы сделать что-нибудь более... Сожги ее просто, да. Не сжигайте, но поджарьте и не передержите, чтобы она и не сгорела и не была вот как бы в обычной степени прожарки, да. То есть она должна быть такой чуть-чуть как бы это подсушенной. Да, да. Тогда она будет на зубах хрустеть. Даже тесто, которое было зажаренное, оно вкуснее. Угу. Именно так. Следующая пицца по средней цене, которая стоит 125 рублей. Она вот такая вся жидкая, развалистая. Она еще плюс горячая, поэтому тяжело держать. Ммм. Ммм. Мне кажется, со вкусом блевочины. Да? Угу. Чувствуется? Вот реально просто... Со вкусом блевочины. Вот пиздец. Ну реально как будто вот бабушка переживала все. Блядь. Раскатала тесто беззубое, такая... И блевануло потом, и сверху накрошило сыра, потому что сыр чувствуется, он даже тянется. Блядь. Ну а вот так реально, где колбаса, это тухлая, доисторическая, пережеванная бабушкой. Да? Вот скажи мне. Я не мог понять, что именно имеет такой привив колбаса, да? Ну я, мне кажется, да. Вот которая мелко-мелко покрошена. Не вот такие крупные куски, которые у тебя лежат. А вот тут мелко-мелко покрошена, как будто вот просроченная колбаса какая-то. Это которая фирма Компост. Вот фирму Компост не покупайте. Не Компост, а... Ну какая-то там Ком-Мос. Да. Да. То есть, представляете, пицца за 45 рублей была вкуснее, на порядок, лучше, чем вот эта вот. Да. Отвратительно. Скажал. Я аппетитно поедаю. Отвратительно. Ну что уж, придется есть. В деревнях-то и не то и далее. У меня в деревне все мои сладкий хлеб ели, да. Так что ладно, поедим. Друзья, и теперь итальянская пицца, которая самая дорогая была, за 288 рублей. Она даже не разваливается, ее можно держать, она вот как бы не отвисает. Грибы. Грибы. Настоящие грибы, прям шампиньоны, да. Ну, попробуем. Чувствуете? Ну да, уровень другой совсем. Сейчас я попробую. Ну да, ребята. Это реально чувствуется, настоящая пицца. Которая вкусная есть, вот прям настоящая пицца. Как будто купил в пиццерии. И грибы, и соус, и ветчина свежая. Ну все, то есть свежий сыр хороший. Кайф. Да, как бы, даже если ты уже не хочешь есть, такую пиццу ты все равно как бы съешь, потому что она просто вкусная. Тоненькая такая, какая и должна быть, не то, что там в Сербии, когда мы помнишь, там такие пиццы вот такой. Ну да, это российская традиция. У русских так же пицца, как пирог, то есть она делается жирная. Ну, в смысле, тесто крупное такое. Ну, а поскольку все, как бы, братушки. Да, братушки наши, да. Такую пиццу делаем, да. Вообще, как бы, вот мы когда думали о том, что сделать, я предложил так и сделать пиццу самим. Но мы непременно сделаем еще. Мы непременно ее сделаем, да. Потому что делать ее очень просто. Это была еда бедняков. Ее ели, как, раскатывали тесто и кидали все, что не попадя туда. То есть, что было под рукой, то и кидали, и получалась пицца. Она получила известность, потому что она попала на королевский двор. Ее кто-то сожрал из монархов. Настолько она ему понравилась, что он приказал, что каждый день ему эту пиццу подавать. На самом деле, это еда бедняков. Которая делалась из просто подручных пищевых продуктов, как бы, да. И мы, ну, я думаю, что-нибудь придумаем, сделаем, сделаем пиццу. Просто накидаем что-нибудь там, ну, вот что мы хотим, как бы, видеть в этой пицце. Как бы, соответственно, что-нибудь да получится у нас. Друзья, ну что, вердикт, как бы, вот итальянская пицца дорогая за 288, дорогая, условно. За 288 рублей. Реально вкусная. Такую вы можете покупать. Ну, и сразу Европа. Это плюс. Это очень вкусно. За фирмы, которая называется Компост. Космозол. Да, да, да. Компост не покупайте. Это вкус бабушкиной болевоты, как бы, вот, которая шует там, что-то плюет, такая беззубая. Ну, реально, у меня от нее даже голова заболела. Я не знаю, может быть, будет плохо. Будет, живот уже вывалит. Потому что я сразу, когда ее кусал, как бы, мне было мирозотнейшее и противно. Ну, согласись? Не, ну да, хотя она была тоже в коробке. В отличие от первой пиццы, да, она была в коробке. То есть выглядела, в принципе, солидно. Но, тем не менее, это еще раз подтверждает тот факт, что не все то плохо, что дешево. Поэтому переходим, да, к какой-то... Самое дешевое за 45 рублей. Я не знаю, как вообще пицца может стоить 45 рублей. Там что вообще туда добавлять? Там реально состав гигантский. Там куча вот этих всяких химикатов насыпана. Нажористые, видимо. Нажористые, да, да, да. У эти, как там, усилители вкуса всякие. Вот, поэтому она и кажется вкусная относительно. Но если у вас совсем нет денег, вы ее можете купить и съесть. Там хотя бы нет блевочины, ногтей, волос. Ну, либо они все засыпаны в специи. Да, да, да. Вы так не чувствуете. Ну, ни в коем случае не покупайте вот эту пиццу, которую вот за 120 рублей. За 125 вообще. Ну, вы увидите, вначале мы сказали название. Ну, что-то типа компоста. Но вот у меня живот прям бурлит, я боюсь, что все. У меня уже голова начала болеть. Прям у меня скоро мозг отключится. Может быть, будет инсульт от этой пиццы. Вы поэтому поставьте уж побольше лайков, потому что для вас это радость. Травили себя, травим только все для вас, уважаемые подписчики. Ну, совершенно верно. Ну, и в скором времени, я думаю, мы что-нибудь придумаем еще. Да, 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 да. Комментируйте видео. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok